Здравствуйте! В эфире новости Читы из Абайкальского края на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ в студии Лилии Орлова. Спонсор выпуска магазин Кальцедония и коротко о главном. Ложка дегтя или упреки вместо благодарности. Губернатор края раскритиковал работу врачей и качество оказания медицинской помощи в регионе. Скованный льдом. Несколько лет более 200 семей пригорода Читы проживают в зоне ЧС, а властям и дела нет. Кто-кто в теремочке живет. Новый жилой дом на карте Читы. Застройщик не только оправдал ожидания дольщиков, но и для некоторых из них исполнил несбыточные мечты. Это были главные темы, теперь разберемся подробнее. Нерядовое событие в актовом зале краевой клинической больницы. Накануне состоялось совещание главных врачей Забайкаля в присутствии первых лиц региона. На заседании обсуждались итоги прошедшего года, отмеченного борьбой с новой коронавирусной инфекцией и вместе со словами благодарности упрюки в воровстве из уст Александра Осипова. Тему продолжат мои коллеги. Почетный караул людей в белых халатах на входе в хирургический корпус краевой клинической больницы. Здесь находится актовый зал этого медицинского учреждения. Но встречают не нашу съемочную группу. Журналистов вообще забыли пригласить. Ждали Александра Осипова в надежде услышать обещание вытащить нашу медицину из кризиса. В первую очередь финансового. И Александр Михайлович не разочаровал с первых слов своего выступления. Поблагодарив собравшихся медиков за самоотверженный труд в период пандемии, он обвинил собравшихся в коррупции. Десятки миллиардов рублей, которые мы за прошедшие 20-го года выделили на медицину забыкальского края, привели к большому количеству и ошибок, и явных злоупотреблений со стороны руководителя. Для чего мы создаем такую систему, в ходе которой у врачей настолько высокие полномочия, с которыми явно они не справляются. Тем не менее, никакие решения на эту тему не принимались. Кому теперь в итоге хорошо и удобно, чтобы фамилии всех практически, начиная от самых высоких уровней в правительстве, до любого руководителя учреждения, замазаны черными красками самого откровенного воровства при былой нищете забыкальской медицины. По лицам собравшихся медиков, не такого разговора они ждали от главы региона и членов правительства, которые, судя по постановке речи Осипова, в ошибках и злоупотреблениях в сфере здравоохранения не виноваты. Возможно, все ждали ответа, когда правительство забыкальского края погасит трехмиллиардную задолженность перед районными больницами и поликлиниками, или помогут рассчитаться за коммунальные платежи и с поставщиками. Но во главу угла был поставлен вопрос качества предоставляемых медицинских услуг. Законы у нас одинаковые, коэффициенты и различные тарифы у нас одинаковые, а состояние пространства, состояние внутри коллективов, именно как коллективы, способны решать какие-то задачи, качество предоставления медицинских услуг, отношение внутри самих коллективов и отношение, самое главное, к пациентам, финансово-экономическое положение и устойчивость каждого учреждения принципиально отличаются. О нарушениях и злоупотреблениях Александр Осипов говорил со знанием дела, как руководитель и неоднократный пациент. Но ситуация и должность обязывали в присутствии журналистов говорить не о личном. Высокая смертность, многочисленные жалобы за байкальцев, решение судов и требования прокуратуры, уголовные дела в отношении главврачей. Настраивало президиум заседания разговаривать строгой, местами уничижительной риторики. Есть какие-то особенности, на которые необходимо обращать внимание, но немалый накопленный опыт за прошедшие годы нам показывает, что одни руководители рассказывают про эту специфику, а вторые руководители, будучи назначенными на их место, про специфику не рассказывают, а картинка принципиально меняется. И вот этот фактор у нас пока крайне не отоценен. Что мешает руководству Минздрава и правительства правильно и, главное, своевременно оценить картинку. Непонятно губернатору, непонятно и нам. Хотя конкретные пазлы этого витража приходится додумывать. Почему настолько низкий уровень оказания медицинских услуг? Возможно, из-за череды непрекращающейся оптимизации на уровне Министерства здравоохранения России. Сокращается количество стационаров, коечного фонда, недостаток квалифицированных кадров и еще многое другое. Выступающие с трибуны нашли в себе силы напомнить про якобы кардинальный рост заработной платы. Состояние учреждения, состояние атмосферы в нем, отношение к пациенту, качество предоставления всех услуг, финансово-экономическое положение, справедливость распределения начисления заработной платы, степень укомплектованности врачами, исполнением приоритетов. Это пока является редким фактором оценки работы руководителя. А какие-то другие методы, другие подходы приводят к тому, как оцениваются, и, соответственно, после этого, как принимается решение, кадровые, карьерные пору соответствующим руководителям. Работа по оценке деятельности забайкальской медицины, по словам Осипова, не завершена, и плохие новости нас еще ожидают. Он призвал собравшихся предпринять соответствующие усилия для координации своей работы. В ходе совещания даже всплыл зловещий облик Иосифа Виссарионовича Сталина. И его знаменитой фразой «кадры решают все». Начав свое выступление за упокой, губернатор забайкальского края произнес таки слова благодарности героическому труду медиков. Несмотря на то, что я сейчас упомянул крайне неприятные вещи, еще раз повторю, что я вам за работу, и все забайкальцы вам за работу благодарны. Мы знаем, что во многом это происходило в трудных условиях. Мы очень много ожидаем от вас новых положительных результатов. Юрий Житлухин, Николай Шумков, Антон Доценко, ЗАП-ТВ. Состояние забайкальского спорта на примере плавания. Воспитать в здоровом теле здоровый дух, добиться значимых результатов, поправить собственное здоровье. Как выяснилось, и с этим в Забайкале все не очень просто. С обзором спортивных возможностей четинцев наши корреспонденты. Забайкальский спорт – тема острая и неоднозначная. До сих пор и в основном используются те спортивные объекты, что достались нам с советских времен. Немного модернизированные. Понятно, что плавание не футбол и одним полем не обозьешься. Но вместе с тем это доступный для всех возрастов и, безусловно, полезный вид спорта. Живой пример – Любовь Маркова, которая в свои 70 лет регулярно посещает бассейн «Нептун», проплывая по 2-3 километра за одну тренировку. Я просто возле кино, она там родилась недалеко. На кино она сначала плавала, а потом уже с 80-го депо устроилась работать. И меня методист пригласил на КТО. Ну вот, она стала плавать с 80-го года где-то. А сейчас вы для чего ходите в бассейн? Для здоровья. Но поправить свое здоровье или научить ребенка плавать в Чите, да и других районах края – дело хлопотное. Бассейнов катастрофически не хватает. На КСК с населением около 40 тысяч человек поплавать в чистой воде под присмотром инструктора негде. Есть два бассейна в школах, но они уже более десятка лет не работают. «Нептун» в этом плане наиболее доступен, но нет спортивной школы по плаванию для детей. Заведение ведомственное, а Министерство спорта Забайкальского края посчитало нецелесообразным открыть здесь спортшколу. Мне, допустим, много ребятишек ходит, которым приписали имя врачей и со сколиозами, с позвоночниками, с разными заболеваниями, с ОРЗ, с ОРВИ. Просто на восстанавливаться после заболевания. В принципе-то, конечно, можно было, я вот так вот думаю, что можно было здесь сделать бассейн и отделение детской спортивной школы. Плавание полезно и необходимо каждому человеку, но чиновники от спорта, да и просто чиновники всех уровней, не считают это очевидным. Айгмаванчикова, курирующая спорт, например. Но проседает не только обеспечение четинцев чистой водой для оздоровительного плавания, сама система оздоровления в спорте дает сбой. У нас категорически не хватает водно-спортивных объектов в Забайкальском крае. Желающих, особенно детей, записаться в спортивную секцию отделения плавания гораздо превышает возможность, пропустную способность наших бассейнов. Сейчас вот находимся в ведомственном бассейне Забайкальской дороге. Я отсюда родом, воспитанник бассейн «Нептун», но здесь спорта нет. Хотя наши предложения правительству и администрации города неоднократно делались. Недостаток мест в отделениях спортивного плавания – не самая большая беда. Еще сказывается полное отсутствие спортивной медицины. Зачастую дети и взрослые попадают в секции через справки от педиатра или терапевта. Но это неправильно. Есть показания, при которых нужно весьма дозированно принимать спортивные процедуры. Заболевание сердца, в первую очередь, и восстановление после травм. И прокуратура уже в курсе об этом вопросе. То есть, чего мы ждем? Трагедии, наверное? Потому что у нас ребята, спортсмены, недообследованы. В Чите более-менее ситуация еще хорошая. Благодаря вот этим энтузиастам старой школы – это спортивный физиспансер Бабушкина Журавлева. Что происходит в районах края? В частности, в Краснокаменске, в спортивном городе отсутствует спортивная медицина как таковая. Ребенок – это молодой, растущий организм. Он растет гормонально, он получает нагрузку на тренировки. Тренер, к сожалению, он ведь не специалист в медицине. Возвращаясь к теме свободной или даже пустующей воды бассейна «Нептун». Понятно, что это ведомственное оздоровительное учреждение, и заниматься преподаванием им нельзя. Но возможно договориться на условиях аренды и открыть спортивное отделение, учитывая острый спрос и отставание по спортивным показателям. Нет возможности вырастить своих звезд – забайкальских Сальниковых и Поповых. И дело здесь не только в скудном финансировании, но и в системе воспитания спортсменов. Ну а дело развития забайкальских атлетов, похоже, проблема самих атлетов и их родителей. Лилия Орлова, Юрий Житлухин, Николай Шунков, ЗАПТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под мэром в исследовании подразумевались избранные главы городов или руководители городских администраций. Ниже Читинского сети-менеджера в рейтинге оказались лишь мэры Биробиджана и Махачкалы. Лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин. В первую пятерку также вошли главы Казани, Тюмени, Салихарда и Хантамансийска. Администрация Читы снесет здание с 14 земельных участков для строительства многоуровневой развязки на перекрестке улиц Бабушкина, Шилова, Генерала Белика и Красноармейской. Согласно проекту троллейбусной линии, троллейбусное депо КСК. Компания Крымстройпроект спроектирует к 31 мая текущего года троллейбусную линию за 98 миллионов рублей вместо первоначальных 125. В марте этого года работы подорожали на 10% до 108 миллионов рублей из-за проектирования развязки на перекрестке улиц Бабушкина, Шилова, Генерала Белика и Красноармейской. Читинка Марина Саватеева начала отбывать назначенные судом в феврале 2021 года обязательные работы за выход на пикет с плакатом в поддержку Алексея Навального. Активистка добавила, что сначала судья Гусманова назначила ей 40 часов обязательных работ, позже судья Смоляков уменьшил срок вдвое, учел возраст женщины и отсутствие других правонарушений. Саватеева днем 31 января вышла на одиночный пикет на площади Революции. Через некоторое время на расстоянии от нее с плакатами поодиночке вставали еще трое – девушка и двое мужчин. Суд признал Саватееву в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования виновной. В России запустили аналог Zoom для школьников. Приложение, разработанное МЛРу-группой Ростелекомом, получило название «Сферу». Платформа позволяет учиться и общаться школьникам, учителям и родителям в режиме онлайн. Сейчас «Сферу» протестировали больше, чем в тысячи школ в 15 регионах России. В программе будут доступные и закрытые группы, преподаватели смогут управлять классами, назначать уроки, а администрация школы – публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества. Впереди у нас короткая реклама, после которой мы вернемся в студию и продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь, вернемся через пару минут. Наш выпуск продолжается, идем далее. Далее. Тайный подрядчик, исчезновение трех миллионов рублей и уже привычное неисполнение своих обещаний чиновниками. Такая драма уместна не только для Читы. Подобные истории очень часто случаются и в пригороде, как это произошло в Черновском районе. Люди третью зиму живут с кованой льдом и никак не могут дождаться строительства нормальной дороги. Все подробности в сюжете Виктора Соловьева. С кованой льдом, как в страшной сказке. Осталось выбрать только злую снежную королеву. Но вместо нее с ролью очень хорошо справляются чиновники, которые просто забыли о бедах местных жителей. Уже третий год подряд участок дороги между двумя поселками – Ивановка и Застепь – не может дождаться заветного ремонта. А это, к слову, часть маршрута единственного общественного транспорта для людей, которые здесь живут. Это единственный участок дороги, социально значимый для поселка Ивановки, Застепи и дачных кооперативов. То есть по этой дороге едут люди на работу, везут в садик, в школу. Мы попали в зону ЧАЭС, вот этот именно участок. На него выделены были деньги 3 миллиона. И пообещали нам в кратчайшие сроки эту дорогу сделать. Обещанного три года ждут, но здесь срок уже давно подошел к концу. За эти несколько лет были собраны десятки встреч с администрацией. В ответ народ получал только пустые обещания. В итоге местные жители своими силами отсыпали дорогу на собственные деньги. Но и здесь чиновники решили сделать по-своему. Наняли неизвестного подрядчика и, как им показалось, восстановили размытый участок дороги. Трусобаев подрядчиков каких-то сюда отправил. Они эту дорогу разрыли. Что они там делали, непонятно. В результате закидали. И вот сейчас вот то, что есть, вот то и есть. Каждую зиму этот жизненно важный участок дороги покрывается льдом. Вода сковывает проезжую часть близлежащей участки. Борьбу со льдом никто не ведет. Бесполезно. Обращения в администрацию снова не помогли. В очередной раз чиновники решили не утруждаться. И вместо восстановления дороги прямо в лед поставили дорожный знак «Проезд запрещен». Браво! Молодцы! Вот оно, настоящее решение проблемы. Они приехали, посмотрели, поставили знак, выдали мне схему. И проезд сейчас, автобус движется по федеральной трассе. Сейчас жители дачных кооперативов остались без автобуса. У них единственная сейчас возможность по вот этой вот наледи добираться до Ивановки пяти пешком, естественно. Патовую ситуацию можно было бы перетерпеть. Но дело в том, что люди здесь живут не сезонно, а постоянно. Только с двух дачных кооперативов можно насчитать более 200 семей. Постоянно в нашем товариществе проживают порядка 60 семей, плюс в станкостроителе порядка 120 семей постоянно проживают, то есть круглый год. Люди же проживают здесь не прихоти ради, а в силу каких-то сложившихся обстоятельств, когда не могут позволить, допустим, тоже жилье в городе купить или еще что-то. Покупают здесь, прописываются все. Людям надо как-то выбираться и в поликлиники, и в школы дети ходят. Работу видите какую-то со стороны администрации? Со стороны администрации только разговоры идут. С 2018 года ввели на территории кооперативов режим ЧАЭС. Выделили на восстановление дороги 3 миллиона рублей. Создали имитацию работы по строительству участка дороги. Местные жители это не оценили. Их страх за своих детей порождает злость на таких безответственных чиновников. Сначала обещать незамедлительную помощь, а потом благополучно забыть. Вот она работа большинства слуг народа в наше время. Два года уже детей в школу-всад возят по федеральной трассе, трассе скоростного режима. Там фуры, вот большегрузы летят со скоростью 90-80 километров, а автобус школьный идет со скоростью 60 километров, с ограниченной. На пути 4 заправки. Вот прямо 3 километра, вокруг 10 ездят дети в школу. Это опасно для жизни. Мы со школы детей ждем и волнуемся, доедут они или нет. Вот как решить вопрос, чтобы не страдали дети. Просто мы живем, знаете, в какой-то самоизоляции 20 лет. На нас никто внимания не обращает. Глава района Василий Турсабаев отвечать на накопившиеся вопросы нам отказался, сославшись на предоставление официального запроса в письменном виде. Ну вы же знаете, как в данной ситуации. Давайте, чтобы так не быть голословными, вы вопросы сформируете, отправьте, мы ответим. Хорошо? Ну то есть вы так не сможете прокомментировать, только через официальный запрос? Да, надо посмотреть все внимательно, хорошо? Чтобы правильно и объективно все сказать. Правильно. Людям можно просто пообещать, а вот перед журналистами нужна тщательная подготовка. Мы продублируем вопросы и в сюжете, чтобы наверняка получить на них ответы. Почему уже более трех лет администрация района не занимается ремонтом дороги? Куда делись выделенные 3 миллиона рублей, направленные на помощь территории с режимом ЧС? Какая подрядная организация приступала к строительству дороги, после чего она стала еще более непроходимой? Ну и, наконец, риторический вопрос. Неужели для столицы края и для городских чиновников решение проблем за счет людей стало нормой? Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Завершение строительства долгостроя в Чите. Еще много лет назад здесь должны были возвести жилой многоэтажный дом, но застройщик со своей работой не справился, а люди, доверившие ему средства, оказалось, навсегда распрощались с мыслью получить свои квартиры. Но за почти безнадежное предприятие взялась фирма «Голд Геопром», которая в кратчайшие сроки довела дело до логического конца. С места событий наши корреспонденты. Что нам стоит дом построить? Несколько лет напряженной работы по согласованию документов, разработки проекта с использованием самых современных материалов, возведению 17-этажного дома от девочных работ. И вот, казалось, несбыточные уже надежды некоторых дольщиков обрели реальность. Дом 17 этажей, все этажи жилые, квартира в доме 169. Все дольщики оповещены, сейчас началась выдача ключей. Дом считается высокоэнергоэффективным, потому что применены материалы современные, высокотехнологичные и энергоэффективные. Дом первый в комплексе, еще планируется строить около 9-10 домов. В том числе на территории комплекса будет располагаться детский сад, школа. Рядом будет расположен парк, финансирование на который начинается с этого года. Прекрасное здание, красивое, я считаю, одно из лучших в городе. Лидия Платонова – одна из немногих обманутых дольщиков, которая нашла в себе силы поверить новому застройщику, несмотря на долгие годы ожидания и не прогадала. Удобный комплекс, солнечный город, новый чистый дом, большие теплые и светлые квартиры, французские окна, – предчистовая отделка. На шестом этаже вот этого красивого дома квартира двухкомнатная, 48 квадратов. Замечательная планировка. Строители, конечно, постарались, довольны и счастливы, что получили квартиру. Хочется еще отметить строителей. Вот именно Максим Олегович Тютюник, когда первый раз с ним встретилась, такой замечательный, просто он с нами общался, вот прямо как с родными людьми. Все рассказывал, все, такой энергичный человек дал нам надежду. Торжественный момент из рук первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Кефера Лидия Платонова первой получает ключи. Она поднимается в свою новую квартиру жилого комплекса «Солнечный город». Юрий Житлухин, Николай Шумков, Антон Доценко, ЗАП-ТВ. Обостренное чувство справедливости, любознательность, дипломатичность и многое другое. Речь идет о тех, кто стоит на защите чести и правды. О тех незаурядных людях, что не расстаются с работой даже дома. Их главная цель – донести до зрителей и читателя правду, какой бы высокой ни была цена. Телеканал ЗАП-ТВ приглашает журналистов стать частью самого крупного медиахолдинга Забайкалья. Когда мы скорбим и молимся. Когда наши соседи в опасности. Когда нам угрожает беда. Есть кто-то, кто соберет факты, расскажет нам историю. И не важно, какой ценой. Потому что знание наделяет нас силой. Знание помогает принять решение. Знание делает нас свободными. Информационный портал ЗАБРУ и телеканал ЗАП-ТВ приглашают на работу журналистов. Мы развиваемся, запускаем новые проекты. И готовы принять в свои команды тех, кто хочет стать частью самого крупного медиахолдинга Забайкалья. Мы ждем тебя. Это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе самых свежих новостей. Прямо сейчас для вас информация о погоде. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует. В пятницу, 2 апреля погода в Чите будет ясная. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 4, минус 5. Днем от плюс 3 до 6 градусов. О погоде это все. Увидимся завтра на ЗАП-ТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...